всем привет перед нами нечто несочетаемое что в итоге удалось сочесть а никто не думал что можно взять фэтбайк взять складник и сделать что-то общее но это общее находится сейчас перед нами это шульц изи фэт складной фэтбайк сказали бы мне это в году в 2000 нам я сказал что вышла совсем ребята куку покрышки 3.0 на складном велосипеде да нет но это же для доунхила но сейчас перед нами продуманный классный вездеход так что давайте мы рассмотрим его как можно пристали естественно такой монструозный велосипед должен был еще и крепкой рамой здесь у нас рама это сочетание рамы шульц крабе по ее усилением и сочетанием рамы изи по ее компоновки поэтому у нас есть дополнительное усиление и у рулевого стакана и у механизма складывания и кареточный стакан нас мощнейший наверное единственным минусом складных велосипедах является то что очень сложно реализовать внутреннюю проводку но здесь все тросики очень аккуратно проложены под нижней трубой и абсолютно незаметно глазу система складывания на этой раме у нас также необычная усиленная используется особый механизм складывания он также с предохранителем но выдерживает гораздо больше нагрузки потому что велосипед предназначен для жесткого использования если мы говорим о внимании к деталях то на всех тросиках на всех рубашках есть специальные резиновые накладки которые защищают лакокрасочное покрытие нашей рамы на аптельной трубе внизу у нас есть гордая надпись что рама у нас спроектирована в санкт-петербурге и это полная правда сверху у нас есть две бонки либо под флягодержатель либо еще под какие-то аксессуары возможно чтобы закрепить насос надпись шульц выполнен светоотражающей краской чтобы были лучше заметны в темное время суток кореточный узел также у нас выглядит очень надежно и огромное количество сварных швов дарит уверенность завтрашнем дне сиденье здесь такое же как на большинстве складных велосипедов шульц единственно не в привычном коричневом цвете а здесь но в черном чтобы лучше подходила к остальным компонентам также сиденье имеется вот такая анатомическая выемка которая позволит вам сохранить ваше здоровье сиденье классная мягкая хорошо зарекомендовавшаяся на протяжении многих лет так что к нему вообще нет никаких вопросов теперь стоит обратить внимание на руль руль у нас здесь шириной 61 сантиметр достаточно широкий с высоким подъемом чтобы даже рослые люди чувствовали себя комфортно посреди руля у нас снова специальный эксцентрик для того чтобы вы могли отрегулировать угол наклона руля к себе ну и конечно чтобы поместить руль в правильное положение для складывания также посредине рулевой колонки у нас есть еще один эксцентрик который позволяет нам дополнительно поднять для опустить руль чтобы вы могли идеально подобрать велосипед себе по росту механизм складывания рулевой колонки здесь также усиленно естественно он обладает предохранителем но выполнен в самом мощном варианте из доступных толщина стенок говорит нам о надежности но и в целом очень продуманная система зажима также как и на всех велосипедах шут здесь используются анатомические грипсы с упором под запястье фиксируемые специальным болтом чтобы они не проворачивались под правой рукой у нас грипп шифт на 8 передач для того чтобы управлять нашим переключателем шаман альтус все велосипеды шульц комплектуются в комплекте таким вот звоночком очень классно что такие аксессуары сразу установлен велосипед многие годы компания шульц крепит свой логотип на стакане на таком огромном пьедестале наваренном монструозном и все эти годы доставалась загадкой зачем же это сделано оказывается под логотипом скрывается три отверстия под система крепления click fix и совсем скоро компания шульц привезет целую линейку аксессуаров которых можно будет закрепить на этом стандарте перед нами прототип крепления под click fix здесь у нас три отверстия с резьбой на которые будет крепиться специальный переходник а дальше к нему уже можно будет закрепить какие-то аксессуары на три точки крепления например можно будет использовать вот такой вот передний багажник чтобы закрепить сюда какой-то баул потому что по высоте он идеально встанет под руль и вот примерно так это все будет выглядеть колеса это то что естественно заслуживает здесь особого внимания потому что именно за счет них велосипед имеет название fat более широких ободов и покрышек на складных велосипедах я еще не видел используется очень широкая резина шириной 3 дюйма с агрессивным протектором обода на этих колесах также подобрано специально под покрышки и очень широкий что добавляет нам дополнительную жесткость колес к ним комплекте естественно такие же широкие крылья которые но не полностью но абсолютно точно защищат вас от большей части брызг которые вы будете поднимать пролетая на этом велосипеде по грязи снизу наше крыло также защищено дополнительно пластиковой накладкой вилка на этом велосипеде стандарт чтобы выдерживать огромные нагрузки потому что имеет такой большой рычаг виде колеса нужно иметь дополнительную жесткости. Судя по грязевому зазору на вилке, сюда можно поставить покрышки еще пошире, ну, как минимум на 0,2 дюймов точно. То есть 3,2 сюда должно залететь. Втулка на этом велосипеде, естественно, используется на промышленных подшипниках. Это подшипники закрытого типа, которые выдерживают гораздо большие нагрузки. Ну и, конечно же, главным плюсом промышленных подшипников является то, что их не нужно обслуживать и не обладают колоссальной надежностью. Велосипед, естественно, собран у нас на дисковых тормозах, потому что ничто другое не выдержит такие серьезные нагрузки. Да и если вы заедете в грязь на V-брейках, то вы не сможете затормозить. А диск все-таки защищен более-менее от каких-то погодных воздействий. С левой стороны на втулке закреплен 160-й ротор, который работает с механическим дисковым тормозом. Переднее колесо, оно скрепится на эксцентре для того, чтобы можно было быстро снять его либо для транспортировки, либо для того, чтобы заменить камеру. Спереди используется большая звезда на 44 зуба, чтобы можно было комфортно передвигаться на длинные дистанции. Классической защиты цепи у нас здесь нет, но есть некие пластиковые направляющие, которые так или иначе защищают нашу цепь от спадания. Шатуны используются от фирмы Schultz, алюминиевые, чтобы сделать конструкцию максимально легкой. Педали здесь идут пластиковые, складные, складываются и раскладываются легким движением руки, чтобы велосипед в сложенном состоянии был еще компактнее. На заднем колесе у нас установлена кассета на 8 передач и работает на сочетании с переключателем Shimano Altus. Проверенный и надежный. Все это крепится на втулке, которая также использует промышленные подшипники в своем основании. Заднее колесо у нас закреплено на эксцентрике, так что проблем с быстрой заменой камеры у нас также не будет. Сзади мы наблюдаем один из самых мощных треугольников, который я видел на складных велосипедах, потому что таких огромных дропаутов я не видел еще нигде. Дропауты это вот эта вот задняя часть, которая завершает задние перья и в которой крепится ось колеса. Внутри них у нас очень аккуратно между перьями вписан задний дисковый тормоз. Абсолютно не портит внешний вид велосипеда. Чтобы все элементы смотрелись аккуратно, даже заднее крыло имеет такой пластиковый наконечник. Велосипед оснащен классной подножкой. Очень классная, главное не дребезжащая вещь. Задние перья сходятся на трубе и очень жестко обварены. Также посредине есть специальная перемычка, чтобы при такой огромной ширине покрышки сохранить жесткость заднего треугольника. Все надписи на раме выполнены с помощью светоотражающей краски. Ну и конечно задние перья обладают огромным грязевым зазором для того, чтобы вы могли провернуть любую грязь, которая налипнет на все эти колеса, когда вы поедете через очередное болото на пути к переключениям. Сзади у нас сварной багажник, который еще и удлинен для того, чтобы вы могли перевозить максимальное количество груза. Это огромная-огромная платформа, на которую можно закрепить все что угодно, мне кажется. Ну и есть специальное крепление под штатные резинки, которые также идут в комплекте. Ну и сзади конечно же висит катафот. Но на вашем месте я бы заменил его на какой-нибудь мигающий фонарь, чтобы оставаться более заметным. Опускаем подсидельный штырь так, чтобы он опустился до логотипа, но он оставался виден. Затем он будет использоваться в качестве опоры. Ослабляем эксцентрик на руле, и проворачиваем его так, чтобы ручки смотрели вниз. Затем закрепляем, опускаем его вниз до упора, снимаем с фиксатора и ломаем его в районе рулевого стакана, проворачиваем левую педаль до положения на три часа, складываем подножку, ослабляем механизм складывания рамы, складываем и затем складываем педали, чтобы уменьшить габарит. Теперь его можно поставить на подсидельную трубу. Ну а теперь в обратной последовательности. Складываем его посредине, раскладываем педали, устанавливаем на подножку, возвращаем рулевую в исходное положение, закрепляем, поднимаем руль и возвращаем его в правильное положение по вертикали. Вот и все. Ну осталось только поднять подсидельный штырь до вашей высоты. Во время всего обзора мы рассказывали вам, как этот велосипед хорош с точки зрения внедорожных характеристик, за счет того, что у нас здесь широкие покрышки, можем использовать низкое давление, куча зацепов, мощная усиленная рама, но очень важной деталью является то, что этот велосипед подходит рослым людям. Сюда может комфортно усесться человек ростом до двух метров, за счет того, что рулевая колонка у нас регулируемая, подсидельный штырь тоже очень высоко выдвигается, но, к сожалению, из-за механизма складывания практически все велосипеды Шульца обладают лимитом в 100 килограмм по весу, так что худейте, ребята, до 100 килограмм, чтобы использовать данный велосипед. Велосипед на данной раме в двадцать первом году доступен аж в трех цветах. Это ярко-оранжевый, темно-зеленый и бежевый. Вы живете за городом и вам необходимо регулярно передвигаться на велосипеде, но при этом вы хотите сэкономить пространство в своем автомобиле. Поэтому выбирайте складной велосипед Шульц Изи Фэт. Ну или, скажем, вы любите преодолевать какие-то песчаные участки или, может быть, заболоченной местности, или вы вообще любите кататься на велосипеде зимой, потому что данный велосипед подходит еще и для снега. За счет таких широких покрышек и того, что можно использовать низкое давление, вы можете передвигаться по любым сыпучим поверхностям. Это универсальный складной агрегат, подходящий абсолютно для всего. Если вы понимаете, что этот велосипед вам подходит, то приходите в магазин «Три цвета» доступно. Забирайте его скорее.